Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 8 декабря, и снова я хочу поговорить с вами о новогодних салатах. Какие они праздничные или повседневные нужно делать. Все стараются, конечно, делать салаты какие-то навороченные, там, изысканные на Новый год. Но что делать тем, у кого в это время пост? Как вы знаете, у нас на Новый год выпадает пост, вернее, Новый год выпадает на пост. И тот, кто, ну, по-разному, в связи со своей верой или еще по каким-то другим причинам, поддерживает пост, придерживается. Естественно, ни о каких салатах с мясом, с майонезом, с яйцами не может быть и речи. И тут может на выручку прийти, различные салаты могут прийти на выручку с грибами, потому что грибные салаты, они уже сами по себе необыденные, такие считаются праздничными, потому что грибы у нас, не знаю как где, вот у нас в Сибирском регионе зимой грибы очень дороговатые, и шампиньоны, и вешенки любые. Я всегда делаю с белыми грибами. Вот у меня белый гриб. Многие делают со свежими, покупают с магазина, но я делаю с замороженными, потому что они у меня всегда в холодильнике. Я покупаю вот такой пакет, он намного хватает, варю супы, в супы добавляю там, когда мясо готовлю. И также беру отсюда для приготовления салата. Вот это я сделала сейчас для повседневной, да видите, что он маленький, но я просто расскажу, что такой салат может украсить любой стол, даже новогодний. Он очень простой. Сейчас быстро пробегусь по рецепту. Он тоже слоеный, и если вы будете делать в большом, ну как, в большом объеме, то можно вверху, вот я из орехов сделала вот эту присыпку в виде снежиночки, небольшой, но чисто символической, чтобы показать вам, что вот так вот оформив новогодние стилистики, он уже будет ясно, что это торт новогодний. А смотрите, он какой яркий, красочный. Он сразу освежит ваш стол, придаст ему вот такого вот колорита, и именно новогоднего настроения. Отвариваю картофель, так же, как для селедки под шубой. Слой картофеля и слой пережариваю свежий лук, режу кубиками, как на обжарку, и пережариваю, размораживаю грибы и пережариваю. Вот эта пережарка у нас в центре, она на растительном масле, ничего животного происхождения в этом салатике нету. Дальше идет слой моркови отварной, так же, как для шубы, для селедки под шубой. И сверху присыпать орехами. Если не заморачиваться, можно просто орехи измельчить и сделать сверху слой ореховый. Для того, чтобы была стилистика новогодняя, нужно перемолоть на кофемолке. Я перемалываю на кофемолке, вырезаю снежинку, укладываю и через сито вот так вот припорашиваю. Получается снежинка ореховая. Но еще раз говорю, если вы не хотите мучиться вот с этим, можно просто слоем орехов покрыть, хоть молотых в крошку, хоть вот на кофемолке молотых, ну, дробленых или молотых. Некоторые даже вот половинками орехов укладывают. Вот этот грибной салат, он, конечно, можно сказать, что он и для повседневной жизни. Я вот себе готовлю маленькую порцию, если не праздник, просто вот сейчас во время диеты, он очень диетический, потому что там отварной картофель прям чуть-чуть, а остальное лук пережаренный и грибы пережаренные, и морковь. Все это такого, как сказать, происхождения, все свое, вот кроме грибов, конечно. Ну и на праздничном столе он будет выглядеть не как бедный родственник. Если его сделать в красивое блюдо, вот эту снежинку такую, вот видите, я орехи пережарила сильно, они коричневые, а если белый нежаренный арахис перемолоть на кофемолке и сделать, вырезать большую такую снежинку, толстую, хорошую, то это будет прекрасное украшение нашего стола праздничного. Ну и, конечно, салат с грибами, это очень-очень вкусно. Грибы у нас заменяют, так же, как фасоль, вполне заменяют мясо, они очень вкусные, мясистые и полезно, и вкусно все. Вот это салат с грибами, для того подойдет, кто придерживается поста или кто просто хочет сделать салат без мяса. Но у него есть и мясной вариант, вот между этими слоями можно сделать прослойку мяса любого, можно говядину хорошо отварить на волокна, можно курицу отварить, и тогда это будет с грибами и с мясом. Все, до свидания.